Мы видим, что в Азии происходит, правда? Блоковая система сколачивается в Азии. НАТО туда переезжает, как на постоянное место жительства. Это, конечно, создает угрозу для всех стран региона, в том числе и для Российской Федерации. Но мы на это обязаны реагировать и будем это делать. Стратегические договоры между Россией и КНДР взбудоражил, конечно, западный мир. Оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. А применение западного оружия против российской территории агрессия? Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому. Мы это анализируем. Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют. Мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-демократической Республикой, я и этого не исключаю. Куда они попадут дальше? Это мы тоже ведь можем сказать таким же образом. Западники поставляют оружие Украине и говорят, а мы здесь дальше ничего не контролируем, неважно, как они применяются. Ну и мы также можем сказать, вот мы поставили кому-нибудь что-нибудь, и дальше мы ничего не контролируем. Пускай они думают на эту тему. Думают, и потому следили за визитом Путина с первой секунды. Очень темной ночью в аэропорту Пхеньяна вдруг... Подозреваю, что у вас сейчас, что называется, рябит в глазах, но вот так. Десятки мотоциклистов ходят в почетный эскорт, который будет сопровождать президента на пути из аэропорта Пхеньян. На летном поле даже не красная ковровая дорожка, а целый ковер. Мы только что увидели, что все резко ускорились. Смотрите, вот бежит личный оператор. А почему? Потому что если присмотреться чуть дальше, то мы увидим с вами, что на красной ковровой дорожке уже Ким Чен Ын сейчас подойдет к российскому борту номер один. Нечасто иностранные журналисты бывают в КНДР. Интересен каждый жест и каждый взгляд. Но уже через пару минут улыбка, что называется, практически не сходит с лица. Впервые за последние 24 года Владимир Путин снова в КНДР. Первое рукопожатие с Ким Чен Ыном. Мы вместе с вами дальше будем следить за каждым этапом этого, безусловно, важного и захватывающего визита. Сходу разговор о чем-то очень интересном, судя по взгляду Путина. Ким Чен Ын гостеприимен и обходительен сначала на дорожке, а потом, когда решилось, как добираться до города, несколько секунд уступали друг другу место в автомобиле. У мотоциклистов даже движение рук синхронное. Старт. Ну вот, началось движение. В этом автомобиле вместе сейчас Владимир Путин и Ким Чен Ын. В автомобиле Аурус, российского президента. Мы с вами знаем, что у Ким Чен Ына теперь тоже есть автомобиль Аурус. Но где вот именно он сейчас, узнаем в ходе этого визита. Постараемся узнать. Первая же минута. У российской делегации удивление. Три часа ночи, но в каждом огне каждого жилого дома горит свет. Вообще нет темных квартир. Судя по всему, жителям поступило особое распоряжение от местных властей. И так тоже встречать российского лидера. Приехали, лидер КНДР показывает, где Путину предстоит отдохнуть несколько часов. Это ваше помещение, ваше распространство. Это не было всеми даны. Я всем большое за гостеприимство. Но верх гостеприимства был еще впереди. И у журналистов точно голова могла пойти кругом. Когда они увидели церемонию. Официальной встречи. Здравствуйте. На центральной площади Пхеньяна. Ну вот мы и нашли тот самый Ауру. Смотрите, северокорейские номера. И из него сейчас вышел Ким Чен Ын. То есть сюда, на площадь Ким Ир Сена. Ким Чен Ын приехал в своем Аурусе. Сейчас, видим, направляется сюда. В центральную часть площади. Тут, кстати, повсюду летают дроны. Которые, видимо, ведут прямую трансляцию. И через несколько минут здесь появится президент России. Министры, вице-премьеры, губернаторы очень нечасто снимают себе кадры на память. Но здесь даже они, все со смартфонами в руках. Тысяча людей, но полная тишина. И вот... Как по команде... Наступает праздник. Послушайте, пожалуйста, какой музыкой встречает сейчас Пхеньян Владимира Путина Ким Чен Ын. Вот по такую музыку и проходит начало церемонии официальной встречи. Посмотрите сюда, пожалуйста. На секундочку оторвемся. Здесь нужно посмотреть на реакцию людей. Крупные планы. Давай покажем. Пожалуйста. Путина потом на пресс-конференции отдельно спросили про атмосферу. Во-первых, я этого не ожидал. Представлял себе, конечно, примерно, как это будет. Хоть есть определенные стандарты протокольные в Корейской Народной Демократической Республике. Я их знаю. Но что это примет такой масштаб, я, конечно, не ожидал. Это какое-то совершенно уникальное дирижирование. Дирижер оркестра стоит лицом к лидерам, спиной к оркестру. И дирижирует оркестром. Мы выяснили, что такой музыкой всегда приветствуют товарища Кима. Видимо, потому обязательно лицом к лидеру. И, видимо, потому, что все ноты все знают досконально. Самолеты в небе, триколор, знакомство с членами делегации, министру обороны, приветствие особое. Посмотрите, какая симметрия. Владимир Путин и Ким Чен Ын стоят ровно под собственными портретами. Российский гимн оркестр тоже исполнил просто-таки идеально. Каждую секунду. Впрочем, здесь происходит или звучит что-то новое. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Узнаете? Именно эта мелодия сейчас здесь звучит на площади Ким Арсена. Телевидение КНДР снимает все со всех сторон. Вот только камера на большом экране вдруг взяла и развернулась, начала снимать землю. Подошел, поправил, настроил, а она опять вниз. Товарищ Ким подсказывает. Куда именно? В таких пестрых красках. И в огромных пространствах идти в сторону кабриолета. Уникальная с вами возможность посмотреть автомобили. Вот видите, здесь в этом автомобиле нет крыши. По нашей информации сюда, после окончания части этой церемонии, сядут вместе Владимир Путин и Ким Чен Ын, проедут в автомобиле среди людей. Ну а люди будут горячо их приветствовать. Размещаются в автомобиле. Ну а лично оператор и фотограф российского президента на особой скорости... Бегут к своей машине, чтобы потом ничего не упустить. Также и переводчикам приходилось постоянно ускоряться... ...чтобы успевать для лидеров переводить. Путин успевает что-то рассмотреть на площади и расспросить. Бесконечные приветствия, конечно, но и представить было невозможно, что вообще-то это только начало. Лидеры пересаживаются в Аурусы и начинают движение туда, где пройдут переговоры на большой скорости. И тем опаснее со стороны выглядит работа северокорейских операторов. Хотел бы поблагодарить жителей Пхеньяна за такую теплую встречу сегодня. Но только представьте, мы выяснили, что сейчас кортеж проезжает, проедет 30 километров. Так вот, я не знаю, конечно, видимо, все жители Пхеньяна сегодня здесь собрались. Но вот просто повсюду люди на протяжении 30 километров с обеих сторон движения стоят люди. Вот как объяснил все происходящее лидер КНДР. Делегации двух стран напротив друг друга, документы для переговоров. Переговоры стартовали, и потом, как ожидается, будет подписание большого количества важных документов, за текстом которых сейчас точно следят многие западные политики и мировые журналисты. И не зря следили. Путин сам назвал ключевой документ, цитата, прорывным. И он призван... ...поднять наши отношения на новый качественный уровень. Причем детали документа явно согласовывались глазу на глаз. Потому что с общей встречи с министрами лидеры вышли, подозвали переводчика, ускорение. И далее на пару минут они разошлись в разные стороны, чтобы вскоре встретиться один на один. Перед этим какие-то поручения на ходу. Путин общается с министром Козловым. Тот затем с помощником президента Ушаковым. Министр Лавров, судя по всему, обсуждает какие-то нюансы предстоящего документа со своей коллегой. А что происходит в том помещении, где находится Владимир Путин и Ким Чен Ин, на тот момент можно только гадать. Буквально выбегает одна из помощниц. И затем тоже бегом, но уже с еще одним помощником обратно. Причем и бегать умудряются в полной тишине. Даже сестра Ким Чен Ин, авторитетная Ким Ё Джон, ходила на каблуках так, чтобы на них не наступать и не стучать ими все несколько часов переговоров. Именно сестра Ким Чен Ин во время подписания принесла брату папку с документами, а он у нее словно что-то уточнил. И Российская Федерация. И вот момент. В партнерстве между Толийской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией. Которая обсуждает теперь весь мир. Шквал вопросов про новый договор России и КНДР. Старый договор прекратил существование, а в нашем прежнем договоре там все то же самое было. Помощь друг другу в случае агрессии, военной агрессии. Обращаю внимание на заявления Соединенных Штатов, других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружения большого радиуса действия, самолетов F-16 и другого высокотехнологичного вооружения, техники для нанесения ударов по российской территории. Да, собственно, это не только заявление, это уже и происходит. В этой связи Российская Федерация не исключает для себя развитие военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом. Резкая реакция со стороны западных стран и Южной Кореи. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении Корейской Народно-Демократической Республики не планирует. А значит, бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости. Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдёт. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи. Западных СМИ Ким Чинына демонтируют настолько, что редко показывают даже его выступления. И мало кто вообще на свете слышал голос Ким Чинына. Вот послушайте. И вот чтобы вы понимали, вот этот формат называется «Заявление для прессы». Формат, который принят на большинстве международных мероприятий. И вот здесь то же самое. Дикторы на церемонии подписания объявляют о документе с особыми интонациями. А рядом постоянно человек, который, скажем так, помогает девушкам начинать прочтение всегда вовремя. Реализовывать договор о стратегическом партнёрстве начали прямо на ходу. Путин зовёт министра здравоохранения поручения. Наша программа всё фиксировала. Россия поддержит КНДР в создании нового республиканского медицинского центра. Проектирование и строительство. Господа оснащения. Затем лидеры пошли вместе прогуляться и даже прокатиться. Отдельные вещи были совсем неожиданными. Это касается такой частной программы. По размеру коробок уже ясно, что приготовлены какие-то особые подарки. Но наша программа вскоре услышала ещё и лай собак. Эти кадры в российском телеэфире впервые. Пхунсана – редкая корейская национальная порода собак. Их ценят за сильный характер и энергичность. При дрессировке хозяину требуется терпение. Наша программа увидела, что дрессировку Путин начал молниеносно. Здесь же сделаны ещё любопытные кадры, которые тоже впервые в нашем телеэфире. Вы вчера сказали, что Аурус подарили Кимчиныну. Так мы же уже ему дарили Аурус. Первый подарок был удлинённый вариант. А сейчас такой обычный Сенат. Практически все Аурусы какие-то такие? Небольшой гараж, да. За рулём по очереди, в отличном настроении, в просторном Аурусе. Удобно перевозить и вещи. Сестра Кимчинына положила на заднее сиденье его белый пиджак и головной убор. Программа впереди предстояла ещё обширная. КНДР – страна настолько интересная, что, несмотря на все нюансы, туристов здесь становится всё больше. КНДР заинтересован в туристах из Российской Федерации. Я думаю, наши граждане тоже с удовольствием съездят, посмотрим. Именно по этой железной дороге ведь, собственно, и приезжал к нам Кимчинын дважды на поезде. Так и есть. Комментарий Кимчинына о нашей программе тогда стал первым в мире случаем, когда лидер КНДР просто так, на ходу, ответил на вопрос иностранного журналиста. Тёплый привет всему российскому народу. Да и многие другие кадры из Владивостока тогда запомнились всей стране. С личными операторами Кимчинына в одном автомобиле. Сюда запрыгнуло. Сколько человек тут одновременно сейчас? Раз, два, три, четыре. Не знаю. Семеро человек. Для операторов Кимчинына нет, конечно, никаких преград. Вот человек практически сидит на водителе во время движения и продолжает работу. Товарищ водитель, как вы себя чувствуете? Отлично. Никогда себя ещё так не ощущал. Ну а сейчас мы снова, как и пять лет назад, в северокорейском кортеже. Можно сказать, на крыше этого кортежа. Только сейчас не на улицах Владивостока, как пять лет назад, а на улицах Пхеньяна. Не просто говорить, потому что большая скорость движения кортежа, ветер сильный прямо в лицо. Но, тем не менее, можем рассказать, что мы видим, как всегда, безукоризненно работающие личные операторы Кимчинына, которые просто с полным самопожертвованием всегда делают своё дело. Сегодня, конечно, они точно так же делают. Ну а мы вам потом постараемся показать, как работает наш оператор Александр Медведев, который вот сейчас делает эти кадры стоя за камерой. На такой скорости у всех неизбежно совершенно определённое выражение лиц. И ничего с этим поделать невозможно. Концерт в честь государственного визита Путина. И здесь тоже снимают все, не только журналисты. Вице-премьер Новак. Реакция Путина подчёркивает. Концерт какого уровня здесь показывают. И это не только советские песни. Современное «Встанем». Путин явно знает тексты, потому в нужный момент... Просит коллегу тоже встать. На экранах столицы КНДР участники специальной военной операции. Они в улыбались, как дети в небо шагали. Встанем и ближе к ним встанем. Практически без акцента. Словно русский язык родной. И так в каждом номере эмоции главных зрителей. А это явно подарок лично для Владимира Путина. Город над Вольной Невой. Огромный мультимедийный экран показали все остальные программы. Но наша рассмотрела то, что никто не заметил. Оказывается, десятки или даже сотни людей... ...обеспечивали стремительную смену... ...самых разных изображений. Вот так была оформлена песня про Россию. Невероятная самоотдача ради общего успеха концерта. Редкие и совсем небольшие помарки мало кому заметны. АПЛОДИСМЕНТЫ Концерт впечатлил всех российских гостей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 МОРИЛИ ГОЛОДОМ. А что сейчас происходит в Северной Корее? Можно как угодно относиться к режиму. Но вводить, скажем, ограничения, связанные с правовой миграцией, это к чему ведет? Ведет к тому, чтобы семьи не имели возможности где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? И разве это гуманно? И инспирированный США, бессрочный ограничительный режим совбеза ООН должен быть пересмотрен. Сейчас уже вечер, снова кортеж движется по улицам Пхеньяна. И, видимо, сейчас мы как раз можем увидеть более-менее обычную жизнь этого города. Сейчас уже нет тех многих тысяч людей, которые днем приветствовали лидеров. Сейчас можно увидеть просто прогуливающихся местных жителей, велосипедистов. Вот мы видим, сложно по-прежнему говорить, потому что большая скорость движения кортежа. На торжественном приеме снова удивили личные фотографы Кимчинына. Даже хрупкие девушки. Пришли сюда с такими лестницами, что, казалось, впереди какие-то ремонтные работы. Но, конечно, дело лишь в том, что они хотят самых лучших ракурсов. В России и Корее есть схожая пословица. Близкий сосед лучше дальнего родственника. И хотя это ужин, здесь тоже в первую очередь общение по ключевым рабочим вопросам. Вечером улица Пхеньяна опять запружена людьми. Кортеж ждут, сидя на коленках. А в аэропорту снимают ботинки. Чтобы обработать ковры, по которым вскоре пойдут лидеры. Воспитательница показывает детям, как нужно приветствовать руководителей. Кимчинын в 3 часа ночи встречал Владимира Путина. А сейчас, спустя почти сутки, в 12 часу ночи в аэропорту провожает российского президента. И вот снова та же музыка и снова дирижер спиной. Ну а малыши прогнали сон и скандировали слово Россия. Россия! 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 Прощание и договоренности о будущем общении. Владимир Путин пригласил Кимчинына в Москву. Товарищ Ким отходит от самолета. Переводчик с русского языка завершил свою работу. Но оказалось, что лидер КНДР решил провожать Путина вплоть до самого взлета. И вот российский борт номер один уже разгоняется, а президент из иллюминатора... Все машет рукой в ответ. Ну а лидер КНДР прощался с президентом России даже тогда, когда самолет Путину уже взлетел. Впереди был Вьетнам, а прямо перед КНДР Путин побывал в крупнейшем российском регионе, в Якутии. И это был тот совсем редкий случай, когда Путин на публике надевал такие шапки. В условиях столь сурового климата республика динамично развивается. Новый стадион. В республике запущены и многие инновационные проекты. Рассказ о новых технологиях подготовили максимально детальный, а вот обычная ручка... А вот бумаги участников встречи с президентом просто таки и списаны самыми разными вопросами. Молодые специалисты Дальнего Востока впрочем многие темы могут уже зачеркнуть. Мой вопрос разрешился так быстро. В Якутии Путин увиделся с героями спецоперации. Здравия желательно, чтобы он был. Обнял по-отсовски, вспомнил. Объятия ждали президенты и прямо на улицах Якутска. Кадры с мобильных телефонов подтверждают. Он что выйдет, наверное? Полная неожиданность для людей. Вот так со стороны выглядит это общение. Смотрите, сколько одновременно рук, сколько одновременно телефонов. Рассмотреть что-то очень сложно, но мы вам сейчас все покажем. Путин рулит! Пообщался с одними, подошел к другим. Владимир Владимирович, мы с вами всегда! Вы тоже меня похожи. Да, нормально. Мы все друг на друга похожи. Телефоны сотен семей якутсков в тот вечер раскалились. Им звонили родные сообщить, что только что пообщались. А вот тоже несколько неожиданные эмоции ректора высшей школы музыки Якутска. Уж очень здесь ждали нового приезда Путина. У школы скоро появится новое современное здание. Когда я первый раз приехал, мы с вашими руководителями встречались, поработали, а потом пошли ужинать. И вдруг руководитель вашей республики говорит, обращаясь ко всем присутствующим, ну что, споем. Ну я воспринял это как шут. Все как затянули. Я думал, что я находился где-то, я не знаю, в оперном театре. На голоса начали все расходы. Отсюда у меня первое впечатление о творческом начале и культуре Якутии. Те впечатления теперь изрядно обновлены. Путин, как и обещал, побывал на концерте этой школы. Ректор, которая привыкла экзамена принимать, явно сейчас сама себя чувствовала, как на экзамене. Но ученики заметно ее радовали. По понятным причинам концерт вызвал интересы тех, кто, наверное, вряд ли сильно ранее интересовался классической музыкой. В школе Путину, судя по всему, очень понравилось, потому что он вспомнил о ней затем даже во Вьетнаме. Привозят детей со всей республики, и они занимаются там музыкой. А потом это все переходит тут же, на этих же площадках, переходит все в консерваторию, высшую школу музыки. Волшебное проникновение звука прямо в сердце, вот это объединяет людей. В этом смысле музыка является абсолютно интернациональным видом искусства, который объединяет народы. Колоссальная сила. Самая любимая русская песня. Там песня? Я бы предпочел на этот вопрос не отвечать, потому что будет иметь какие-то формальные административные последствия. Я вообще просто люблю русское искусство народное, действительно, и русскую классику. Ну, это, конечно, совершенно неожиданно. Вот так вот провожают сейчас президента России из этого зала, где, напомню, выпускники российских вузов. Вместе давайте оценим качество исполнения песни. Во Вьетнаме Путин провел итоговую пресс-конференцию, где, конечно, его расспрашивали про мирные инициативы по Украине и реакцию Киева и западных стран. Ожидал именно такой реакции на первом этапе, но что будет позднее, это время покажет. Всё будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле. Думаю, что некоторые здравомыслящие политики ещё задумаются о том, являются ли сделанные предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам всех договаривающихся сторон. Я не уверен, что такое отношение к сделанным нам предложениям будут сохраняться вечно. Уже сейчас слышны голоса некоторых политиков, которые говорят о том, что да, может быть, это ультиматум, но отказываться нельзя, нужно подумать и разобраться. А разве то, что было изложено нашими партнёрами, это не ультиматум? Какие-то формулы напридумывали, хотя есть результат наших переговоров в Минске и Стамбуле. Почему этого никто не вспоминает? Не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно. Наверняка что-то будет меняться. В том числе будут меняться и наши условия, в зависимости от ситуации на земле. Как долго эти условия могут продолжать оставаться в силе? И вот на той самой конференции в Швейцарии, там ведь прозвучали такие многочисленные сигналы и заявления о том, что на следующей конференции, если она состоится, Россия должна быть, должна присутствовать. Понятно, что нюансов очень много, но тем не менее Россия откликнулась бы. Да, я же сказал, не мы же отказались от переговоров. Украинская сторона сама себе запретила вести переговоры. Не мы, мы-то за и никогда от этого не отказывались. Но не на основе каких-то эфемерных формул, а на основе тех договорённостей, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров, полуторамесячных переговоров почти в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. А где они состоятся, это не имеет значения. В Минске, в Стамбуле или в Швейцарии. Как долго эти условия будут в силе сохраняться? У нас эти предложения лежат на столе. Пожалуйста, это уже не от нас зависит, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты возьмут то, что лежит у них на столе и приступят к этим переговорам. Хоть завтра, но когда они соизволят этим заниматься, это уже их дело. Но, повторяю, всё будет зависеть от того, что происходит в реальной жизни. Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чём мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится. Потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины. То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня. Они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов. Вот и всё. Это же написано чёрным по белому. Есть решение Конституционного суда, где прямо написано. Срок полномочий президента – 5 лет. И всё. Ну, о чём мы говорим-то? Это просто на Западе не хотят его сейчас менять, время не подошло. Очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста. И всё. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года. Ну, а прямо сейчас Запад требует от Киева очередного самопожертвования. Теперь и в Харьковской области. Подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой, опять я хочу это подчеркнуть, именно любой ценой выдавили наше подразделение на линию госграницы и планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а потом и выборами в США. Ну, посмотрим, что будет происходить на самом деле. Но вот эта команда любой ценой, я вас уверяю, что так и есть. Я знаю, о чём я говорю. Конечно, если она не основана на реалиях, то будет опять очень дорого стоить украинским вооружённым силам. Ну, посмотрим на самом деле, что будет происходить. Что на самом деле происходило во Вьетнаме во время визита Путина, теперь явно с грустью изучают американские политики. Ведь они возмущались, что Вьетнам хочет развивать отношения с Россией. А вьетнамцы делали всё, чтобы провести визит Путина на высшем уровне. Интернет полнился фотографиями, как всех фотографируются с машины российского президента. В телеграм-канале Зарубин подписывайтесь раньше остальных. Лучшие видео из Вьетнама, из КНДР, даже на лётном поле. Путину, что называется, не давали прохода. С ним хотели всё новых и новых фото, как и весь день. Вот так встречали. В каждой точке Ханоя. Все хотели быть ближе. Многочисленных операторов приходилось уберегать от падения. Переговоры с Россией для Вьетнама столь интересны и важны, что за столом прямо-таки тесновато. Совместные документы один за другим. И они столь важны, что папки уносили прямо с собой. Хотя должны были отдать службе протокола. Про президента России в Ханое говорили так. Посвящен свою жизнь строительству сына, суверенной России. И всё это своего рода ответ США, которые опять вздумали учить Вьетнам, как ему жить. Да и другие страны по всему миру. То хамство, с которым американские власти это делают, в стратегическом плане только во вред. Потому что вот этого снобизма никто не любит. И это никто никогда, даже в среднесрочной исторической перспективе, не простит. Во Вьетнаме все хорошо помнят историю Джона Маккейна, который прилетал бомбить страну, но его самолёт сбили советской ракетой. Тюрьма, которую американские военнопленные с горькой иронией прозвали Ханой Хилтон. В её застенках Джон Маккейн просидел пять с половиной лет. И хотя вьетнамцы старались относиться к пленам гуманно, жизнь здесь точно не была приятной. Жгучая обида на Советский Союз за свои позор и унижения, судя по всему, остались Маккейном навсегда. Понятно, что и сейчас Вьетнам под сильным западным давлением. Но так называемая бамбуковая дипломатия справляется. Гибкие ветки, но прочный корень и очень крепкий ствол. Россия и Вьетнам подписывают документ с важным посылом. Мы не будем вступать в Союзы и заключать договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету или территориальной целостности друг друга. Обе страны заинтересованы в построении в этом регионе надёжной архитектуры безопасности, в которой не будет места с закрытым военным блоком. НАТО ведь и здесь пытается расшатать обстановку, а в Европе постоянно повышают градус войны на Украине. Действительно, мы это видим. Эскалирует ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся. Но в то же время они говорят и о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение её государственности. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. А тогда встаёт вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика. Поэтому я думаю, что те, кто так думает, а тем более так говорит, совершают очередную большую ошибку. Россия не исключает изменений ядерной доктрины. И связано это вот с чем. Это связано с тем, что появляются новые элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия. В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверх малой мощности. В экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять, и ничего в этом особенно страшного нет. Страшного, может быть, и нет. Но на это мы обязаны обратить внимание. Может ли в доктрине появиться понятие «превентивный удар» и как Россия относится к тому, что ядерные силы НАТО могут быть приведены в боевую готовность? Превентивный удар нам пока не нужен, потому что в ответ на встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен. Стратегические ядерные силы Российской Федерации всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Поэтому то, что делают сейчас в западных странах, нас мало беспокоит. Но мы, конечно, внимательно за этим наблюдаем. И в случае роста каких-то угроз будем соответствующим образом адекватно на это реагировать. У президента и во Вьетнаме программа из 15 пунктов прямо сейчас по жаркому ханою на новые официальные мероприятия. Это очень важное событие. И эта важность, видимо, уж очень давила на модератора встречи с выпускниками российских вузов. Вопрос за вопросом. А модератора явно кто-то, что называется, накрутил. Времени мало, нужно контролировать зал. И вот уже сам Путин говорит. Давайте мы выйдем за рамки нашей официальной встречи прямо по одному вопросу, по секторам. Отсюда, отсюда, отсюда. Но прозвучал только один вопрос. И вдруг звучит. Наша беседа подходит к концу. А второй-то вопрос. Он вам пошлет позже. Редко я такое видел, чтобы президент говорил, давайте отвечать на вопросы. А вы такие, ну давайте-ка заканчивать. Да, потому что организационный комитет, они сказали, пожалуйста, заканчивайте. Они вас там немножечко по секретику подбадривали. Но все-таки те, кто очень уж хотел, все сказал. Я еще так не изучил вьетнамский. Надеюсь, что... Для перевода Путин иногда использовал наушники своего коллеги. Из-за чего зал рассмеялся. Но чаще всего перевод был не нужен. До этого я смотрела вас только по телевизору. Сейчас в одном пространстве. Для меня вы символ силы. Желаю вам удачи и вернуться еще раз в Вьетнам. Во-первых, я отмечаю ваш русский язык. Вы говорите практически без акцента. Ну, что-нибудь практически, без акцента. И это здорово. Удалось блеснуть русским языком. Ведь удалось прям. Надеюсь, что удалось. Но я очень, на самом деле, очень волновалась. Мой голос прям дрожал. Его незаметно вообще нет. Спасибо, спасибо вам огромное. Теплый, радушный прием. Когда говорю теплый, имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым, а мы это видим, встречают нашу делегацию, жители Ханое на улице. Я хочу им передать самые искренние приветы и пожелания благополучия. Знали мы, конечно, что во Вьетнаме жарко, но что настолько жарко, конечно, понятия не имели. Видите, если даже музыканты-оркестры здесь все просто изнемогают и обмахиваются фуражками, то что говорить о нас? Мы, видишь, тут в сауне были. Все еще в сауне. Помещения некоторые, особо закаленные, умудрялись вставать на вентиляционные решетки и сушить себя таким образом. Министры по протоколу должны быть в костюмах. И лишь на пару минут могли сбросить пиджаки. Путин в костюме здесь все время. Ему предложили влажные полотенца. Ну, а его служба не подразумевает никакой помощи со стороны. И даже глазом моргнуть нельзя. Вы не поверите, но Владимир Путин и завтра тоже будет работать на него большое мероприятие уже в Москве. Выпускники высших военных учебных заведений. Мы очень на вас надеемся. Народ России внимательно следит за каждым шагом нашей армии на линии боевого соприкосновения. Только что заслушал доклад начальника генерального штаба. Хочу передать поздравления от его имени и от всех ваших боевых товарищей, которые выполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. 22 июня. День памяти и скорби. Путин возлагает цветы к могиле неизвестного солдата. А потом наша программа увидела, как президент продолжительное время общается с глазу на глаз с министром обороны. Об изменениях в министерстве обороны Путин говорил и с выпускниками высших военных учебных заведений. Экономика ведомства, от которого зависит работа целых отраслей страны, конечно, очень важна. От этого все считают. И денежные довольствия считают, и новую технику, и заказы размещают. Очень важно. Это база. Мы в этом смысле. Мы можем рассчитывать только на себя. Там никто, ничего, протянутый любой не придет и не подаст. Все только сами от нас получаются. И эти диалоги тоже появлялись в телеграм-канале «Зарубин». Там раньше остальных самые главные политические новости. Подписывайтесь.